Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И я так рада, что это у меня есть, потому что это такое увлечение, такое хобби. Старость не страшна, потому что все враги все равно будут нашими. И скучать вязать носки тоже не придется, потому что есть увлечение. Это здорово. Вот хочу вам показать эти рассветы, с которых все началось. Вот они, балдайские. И у меня как получается. Утром я встаю где-то за минут сорок до рассвета. Выхожу, выпиваю чашечку кофе. Если холодно, одеваюсь, чтобы руки не мерзли. Если осенью. Лето – это экипировка самая простая. Джинсы. Значит, я ложусь здесь по берегу, снимаю эти рассветы, смотря какие они. Потом, когда солнышко поднимается, уже когда можно идти ползать по кустам, то я отправляюсь сели в лес или на поле, а оно там недалеко. Но это еще рано. Это получается. Рассвет летом бывает и полчетвертого, и полпятого. Каждый раз он увеличивается. И иду туда, здороваюсь с лесом обязательно, потому что лес, он такой, он не принимает чужаков. Если с ним хорошо, то никакие медведи не страшны. Он как-то защищает. А поутру все животные, как бы еще, вот они любят у нас по деревне, например, полазить. Лисы ходят там за курами. Иногда встречаешь лису на дороге. Мишки к помойкам ходят. Ну, то есть у нас это Валдай, это тупиковая деревня, она самая глухая. Больше дороги там нет. Кстати, во время войны здесь вот школьники вот в наших деревнях, в лесу, обнаружили летчика Моресева. Вот там сейчас стела на месте. Приезжают волонтеры, приезжают экспедиции на это место. Но места очень красивые, очень такие дикие, можно сказать. Туристов мало. Ну, вот и так у меня и началось. А, когда я вот начинала это учиться, ну, я особо много не езжу, а все, как бы местность у меня одна и та же. И когда я стала, ну, чем же мне заняться, что фотографировать, мне фотографы и говорят, ну, ты делай зарисовки, потому что зарисовки, они вечные. Посмотри у тебя под ногами, что там есть. А под ногами оказалось несметное богатство. Вот. И все. Мне теперь это самое лучшее, самое любимое, это мои зарисовки. Они разные бывают. И название это «Съемка контровым светом». Почему? Потому что, в общем, это самая любимая съемка у меня. Потому что, когда ты идешь, например, по лесу, эти паутинки в лицо тебе, ты их не видишь, просто уже ощущаешь их на лице. А когда в контровом свете, то есть ты идешь, идешь, оглядываешься, оказывается, все поле в паутинках, в рассе, они такие красивые. И тут, все, ты можешь выбирать себе объект и снимать. Снимать, ну, конечно, снимать надо, искать ракурсы, пробовать и так, и этак. Или чтобы солнышко не среди листвы было, среди травы, это так лучше. А с травой вообще снимать интереснее. Сейчас. Вот это сквозь траву. Это тоже, это все в траве. И как бы солнце за тобой, за объектом. То есть солнышко за ним. Если снимать, например, не в контровом свете, ну, получается, совсем другая история. Нету этих интересных бликов, нету игры солнца. Ну, оно как-то все выдано, мне не нравится. Я снимаю всегда на открытой диафрагме, совершенно как бы неправильно. Я снимаю, у меня сотка макрообъектив кэноновский. И снимаю на 2,8. А в том году купила Тамроновский объектив. Он 180. Я как бы в том году, я не могла к нему приспособиться. Он громоздкий, тяжелый по сравнению с соткой. И мне было неудобно. А в этом году решила пробовать. И мне понравилось. Он лучше в том плане, что можно не пугать насекомышей. Ну, то есть чуть-чуть подальше ты снимаешь. То есть он увеличивает почти в два раза. Интересно. Но у него открытая диафрагма, самая большая, 3,5. Ну, мне достаточно. Я включаю, открыв больше ИСУ, ставлю. И все нормально. Я не беру с собой фонариков, опрыскиватели. Мне неудобно с ними. С фонариком, может быть, оно было бы интереснее. Но я не могу к ним приспособиться. Не беру ковриков. Это тоже очень плохо. Поэтому... Но мне тоже неудобно с ковриками. Мне легче так полностью намочиться. Но я могу как-то изловчиться, прилечь, отползти. И ничего мне не мешает. И, к сожалению, я снимаю без штатива. Это тоже плохо. Тоже совет. Потому что при съемке без штатива большая вероятность шевеленки. Что в данном случае является часто. Шевеленка – это мое. Поэтому мне приходится делать намного больше кадров, чтобы потом дома среди всего разнообразия выбрать единственный, который более-менее подходит. Вот. Так, сейчас. Ну вот они все. Контровой свет. Это надо просто изловчиться, выбрать. Просто выбирать ракурс. Просто смотреть, где он интереснее играет. Где солнце играет. Где блики интереснее. И пробовать. Все, все, как бы, все в опыте. И в пробах. Надо не бояться пробовать. Надо снимать, снимать, снимать. И все получится. А под ногами у нас столько разных историй. Они как люди. У них своя жизнь. У них, они рождаются. Умирают. И все это. Осень у меня как-то немножко грустная пора. Лето, она более, более позитивная. Иногда мне приходится, меня спрашивают, как у меня два или три объекта в резкости. Так как я снимаю на открытую диафрагму, они по сути не могут быть в резкости. Иногда мне приходится сшивать. Ну, когда, например, а, почему еще утром хорошо снимать? Потому что они еще спящие такие. Их не надо бояться, что они сейчас спорхнут и улетят. Они еще спят. Они просыпаются. Они даже еще не понимают, что их снимают. Это касается стрекоз, бабочек. Вот. Паучки, они, конечно, трусишки, но тоже сидят. когда в России им тяжело передвигаться. Сейчас. Вот несколько бабочек. Я не помню, это сшивало или нет. Но приходится, я снимаю. Это вечерняя съемка. Вечером они тоже уже такие заторможенные. Они уже готовятся спать, уже ищут место, где бы им получше улечься. И можно их снимать. Тут не помню. Ну, я снимаю сначала, фокусировку делаю на один объект, потом делаю фокусировку на другой. И уже дома, например, я сшиваю эти два кадра. А потом уже их обрабатываю цветокоррекцией. делаю обработку. Ну, тоже паутинка в России. Она вот разная. Вот я сначала такую. Это такая она изначальная. Я стала мудрить делать немножко другую тональность. Но это уже в руках у каждого. Кому что нравится, тот так и обрабатывает. Кто-то любит трещи, кто-то любит размытые более. Это вечерняя съемка. Это уже вечером. Вечером солнышко садится, оно тоже очень теплое, мягкое, и крылья стрекоз кажутся золотыми. Они такие сказочными получаются. А днем они обычные, их даже не поймаешь. Днем я не могу снимать. Но это тоже контровой свет. надуванчики любимая тема всех фотографов. Они очень такие разнообразные, навевают тему одиночества. Какая-то такая тема грусти, когда все быстро заканчивается. с паучками обожаю работать. Там из-за их паутинки так отражается солнце, оно просто играет разными цветами. Вы сами наблюдали, когда эти паутинки светятся, и смотреть напротив солнца, то блики красные, синие, зеленые, какие угодно. но это тоже вечер, вечерняя съемка. Я в том году вечером приходила, снимала и запоминала, где они спят, а поутру прибегала, снимала их в Россию. Так, сейчас. Это ну вот это у меня просто, ну это я уже обработала, реально она была вот такая. Но у меня при обработке почему-то все время тянет темно, я не знаю, что-то вот черному мне. это кадрированная фотография, она маленький кадр, вот сейчас вот она большая. Это просто мне хотелось все крупным планом. Это тоже среди, когда снимаешь вот в контрревом свете, вот все эти росинки, они дают такие боке, всякие разные, симпатичные очень, мне нравятся. Это утренняя история с паутинками. Это вечер. Это утром. даже такие насекомыши по утрам, они интересны, они на солнце играют крыльями. Главное схватить, главное успеть щелкнуть. поэтому можно ставить затвор на спортивную съемку, серийную, не знаю, то, как любят. Это тоже. Вот такие блики дает солнце, когда она за спиной той же бабочки. паутинки. петушки наши в простонароде. Они такие просто как зимние узоры. очень люблю их снимать, но тяжело. Редко когда получаются. Букашки. Это паутинки разлетаются. Это Иван-чай в полете. Утром тоже. Та же роса. Ну вот когда туман на озере, значит много паутинок. Это уже однозначно. Это вот мой домик в контровом свете. Когда солнце заливает все на свете. Ну это просто вечерние бабочки. Ну вот как-то так. Я даже не знаю. задавайте вопросы, если какие-то вопросы у вас возникли. Я отвечу. У меня что-то мысли путаются. модели бабочек. бабочки, стрекозы и пауки. Да, нет, ну цветы, цветы садовые не люблю снимать. Я их не снимаю. Только полевые и то какие-то, когда у них какая-то история. Видишь какую-то историю? сразу интересно становится. Вот. А историю найти, это просто присесть, заглянуть и сразу увидишь историю. Там их очень много. Вот эта бабочка залетела, попалась, я думала, она не выберется. Прорвала и улетела. Так что бабочке повезло. Да, конечно, конечно, я очень люблю, если так сказать, мне нравится и смотря как, если я путешествую, мне нравится снимать уличные, просто я очень стеснительная, например, и мне неудобно снимать жанр, ну, уличную репортажку, например. Я стесняюсь, мне кажется, мне сейчас подойдут, дадут подзатыльник и скажут, так нечего меня снимать. Просто когда лазишь по канавам, тебя никто не видит и никто не может мне этого сказать. А так мне очень нравится. Мне нравится город снимать, вечерний город снимать. Но у меня много есть фотографий этих, но просто как-то больше предпочтения мне этому природе отдаю. Вот, а так мне нравится вот на этой выставке присутствует такая разноплановая выставки здесь, подводный мир. Мне никогда в жизни такое не снять. Мне это очень безумно нравится. Но я даже и браться не буду, потому что это не дано мне. Капли воды, ну, это вообще фантастика, это тоже, ну, нравится все, но не обходить необъятное. Портреты у Николая, какие удивительные портреты, как он выхватывает это все. Я пытаюсь что-то снять, ну, это так, что-то есть, ну, мне нравится это. Поэтому. Я снимаю только для себя. Я не занималась этим до сей поры, пока Сергей меня на фейсбуке не пригласил в галерею и не предложил сделать выставку. А? Нет, ну, я в фотосайтах, да, да, выставляюсь я и на многих там выставляюсь, да. Да, да, у меня много знакомых, у меня, ну, а вот так, чтобы куда-то там в конкурсах не участвовать, потому что я как-то, ну, мне кажется, что мои работы для конкурса не созрели. Так же, как и для выставок. Когда мне Сергей предложил сделать выставку, я стала ногами, руками отказываться, потому что мне было как-то не по себе, неловко, что, мне кажется, есть много других, чьи работы можно выставлять, а я как-то еще не дотянула. Ну, это мое мнение такое. Сергей сказал, делаем. Ну, вот сделали. Ну, а после этой выставки, той, мартовской, ну, все авторы, которые в галерее выставлялись в течение года, попадают уже автоматом вот сюда. И вот так я попала сюда. Это только благодаря Сергею, что что-то там он меня разглядел, релакс в моих фотографиях, и ему захотелось их сделать. Я бы сама никогда, никогда в жизни, и сейчас думаю, что я больше и не буду этим заниматься. Это вот осталась такая мне огромная память, такие большие картины, работы тогда я не видела никогда. Я самый большой размер свой печатала в подарок друзьям 30 на 40. Это самый большой был размер. Вот. А тут Сергей мне такие большие размеры. Да. Лим, очень будет жаль, если вы не будете продолжать фотографировать работу. Нет, пытаться участвовать дальше в каких-либо выставках у вас, потому что работы поэтичные, в них существует поэзия и своя внутренняя история. И то, что вы говорите, они не сложившиеся для выставки, как вам казалось. Я надеюсь, что эта выставка должна дать вам поддержку и убедить в том, что вы абсолютно зрелы. А развиваться надо вперед, конечно, двигаться. Вот и не спасибо. Но вот я говорю, у меня наоборот казалось, да, у меня была в марте выставка, а я наоборот как-то этим летом ну я сделала наверное ну 15 от сил, я 3 месяца была, 3 месяца снимала, я там ползала, искала, мне там, ну я стала такой самокритичной, вот просто я ненавижу, что мне ничего не нравится, я делаю себя, ругаю, мне ничего не получается, так что нет, некоторые наоборот, наоборот себя очень себе нравятся и себя продвигают там а мне как-то вот я говорю, я пришла сюда, я вся трясусь, ну что это такое, ну так же нельзя, вот, ну наверное, поэтому вы уже извините, что я тут так говорю сбивчиво, и вот начинала я, у меня был, я купила, когда только начинала, у меня был Canon, Canon 450D, потом я купила Mark II, и вот я шесть лет на нем отснимала, хвост он у меня, как говорится, и гриву, и чувствовала, что он у меня вот-вот умрет, мой затвор, потому что я его нещадно, и купила вот как раз весной Mark III, и летом, вот в августе Mark II он у меня умер, слава Богу, что купила следующий, объективы, вот Canon 100 LK, самый любимый, он самый хороший, вот я не знаю, он можно снимать портреты, можно снимать пейзажи, ну, сотка только, вот на это расстояние вы можете снимать им все, и в том числе вот такие маленькие насекомыши, он удивительный объектив, люблю его очень, сейчас вот там RON 180, он тоже макро, тоже очень интересный, я не ожидала от него, потом из зумов у меня без стабилизатора обыкновенная Canon 70-200, потом широкоугольник 17-40, и был еще зумовский, тоже там RON, я его подарил, он очень мне нравился, 70-300, он простой, но он какой-то такой графичный, мне он нравился, он дешевый, сам по себе этот объектив, хочу его снова купить, и вроде как и все, больше нету, а, ну, Sigma, нет, не Sigma, а еще один есть, но я им 50-ка, но я им ни разу не пользовалась, ну все, но они как бы хватает, больше не надо, широкоугольник это ты, когда снимаешь рассвет, когда рассвет снимаешь, бегаешь с тремя, зум это солнышко поближе снять, широкоугольник это чтобы озеро побольше в полном объеме, а это вот на эти случаи, в поездках они интересны, а макро это в поле, ну, и все, как-то, больше вроде как и не хочу ничего, только они стареют, я потом еще такой, так как я везде ползаю, лазаю, я то теряю все эти защитные стекла, или еще что-то бью, короче, у меня горе, это просто проблема, царапаю, в общем, из-за меня фотограф не очень аккуратный, надо аккуратнее, конечно, вот, только защитные, больше никаким, к сожалению, я все пыталась, все хотела, ну, как-то вот руки все не доходит и мне хватает, потому что просто после съемки я всегда обрабатываю, всегда в фотошопе корректирую, то есть корректирую баланс белого, цветокоррекцию обязательно, ну, мне даже интереснее пробовать, потому что все-таки фотоаппарат, он не видит то, что видит наш глаз, наш глаз видит какие-то волшебные краски, а фотоаппарат тут все-таки немножко, ну, как-то не так, поэтому обрабатываю, вот, любимый? Да, люблю снимать окна очень, обожаю просто, а я с собой тут не взяла, они у меня там, просто люблю старые окна, какие-то истории у них, в каждом окне своя история, своя жизнь, дом, ну, не знаю, тянет меня на окна почему-то, люблю, ну, очень много народу снимает окна, ну, потому что правда, они как-то привлекают себя, старые какие-то дома, какие-то фрагменты, можно, ну, не знаю, вот, как у меня подруга, фотограф Елена Волкова, у нее трэш, это вот ее любимая, вот, мы с ней, она меня затащила торжок, мы открыли для себя этот город, это удивительный город, он до того провинциальный, но до того у него там такие улочки, а если лазить там, находить такие места, ну, я не знаю, в российской глубинке там вся российская глубинка в этом городе, очень интересная, я советую, кто этим увлекается, вот там окон, там просто удивительный, а сейчас еще один городок нашли с ней, ездили в Калугу, мы с ней ездили и назад возвращались, а, там есть такой, недалеко от Калуги, за 100 километров, есть экопарк, там я когда хотела, искала, где бы такой отель на ночь найти, интересный, я нашла отель, дома там на деревьях, то есть, вот домики на кронах, деревьях, целый дом, ты туда приезжаешь, в экопарк, покупаешь билет, ты можешь зарегистрироваться в этом отеле, экопарк огромный, там автобусы ходят, там все страны мира собраны, также там и кафе есть, и парки, и зоопарки их все есть, я не знаю, я там не была, просто я в Калуге ноги полностью оставила и вообще ходить не, мы просто заехали и посмотрели, и там есть такое еще рядом, вот, там можно снять этот отель и ночь провести на дереве, да там интересно, да, ну вот и хочу как-то осенью, может, когда будет золотая осень, туда сгонять, и еще рядом есть городок, господи, вылетело у меня от моего нервного напряжения название, там тоже он удивительный, там такая местность, такие домики, там тоже можно обязательно побывать, ну вот любим, люблю мотаться, вот, а еще люблю питерские дворы, когда я приезжаю в Питер, просто я там в юности жила, пять лет на Маяковской, у нас там был такой двор, колодец, но раньше было проще, все дворы были открыты, гуляй не хочу, все подъезды были открыты, сейчас все почти под замками, ну вот все, нет, можно, конечно, где-то протиснуться, там машина, и там проскользнуть в какой-то, кто-то не закрыл, ну вот таких двориков, конечно, осталось совсем там мало, а так очень, очень интересно, тоже там, но, ну Питер тоже, ну он уже немножечко не тот, но люблю, ну, как-то вот, что еще спросите? Ничем не, только солнце, только естественный свет, я ничем не, может это и плохо, я не, вспышки не пользовалась ни разу, ничего не беру, я люблю налегке, чтобы мне ничего не мешало, я ползаю, потому что по канавам, и я там все это теряю, а потом мне кажется, я что-то это брошу туда, я что-то со мну, какой-то новый, и мне заболели, поэтому я хожу с минимальным, вот, просто, не беру, ну я говорю, я неправильный фотограф, я делаю все не так, когда я начинала снимать, я прочитала, вот, кто снимает макро там, или что, это самое лучшее, для него, диафрагма, более закрытая, а я делаю все противоположно, потому что, а мне не нравится, мне не нравится рисунок, мне не нравится, вообще ничего не нравится, неинтересно, а мне нравится на открытой диафрагме, вот вы попробуйте как-нибудь, на открытой, это вообще вот получается другое оно, нет, пейзажи, да, пейзажи, рассветы, я закрываю, а вот остальное у меня только открыто, потому что, и сквозь листву, вот многое, это сквозь траву, вот так, иной раз попробовать просто надо лечь, и сквозь траву, солнце просвечивает, этот кусочек объектива направить вот сквозь траву, и вы увидите там какое-то другое царство, это вот это все, это вот, это дает объектив на открытой фокусном расстоянии, то есть 2,8, было бы 1,4, наверное, я бы на 1,4 снимала, по-другому никогда, а если я забуду, например, переставить, я бы то все себе волосы на голове верну, если что-то, бегу переснимать, ну, нет, я понимаю, можно замылить фон там с открытой, просто на открытой, когда, ой, закрытой снимаешь диафрагму, фон резкий, он жесткий, все равно, ну, а на открытой снимаешь, объект как будто отделяется, вот он, как будто ты его снимаешь там, а фон он вдалеке, и какие-то там кусочки еще появляются, не, он волшебный, 2,8, всем советую попробовать, хоть это неправильно, ну, вот, так, а штатив, да, нехорошо, нехорошо без штатива снимать, но, я говорю, вот, я заметила на открытии, ноги снимали, и лежа, вот, ну, надо в какой-то момент лечь, прилечь, как-то так, в фотоаппарат, чуть ли не за голову закинуть, а ты, когда лежишь один в канаве, тебя никто не видит, ты можешь изгаляться, так ложиться, тоже тебе не стыдно, просто иногда вылезаешь, например, из этой канавы, и ранняя машина, которая поутру бежит в деревню, они, конечно, резко тормозят, потому что они не понимают, видя тетеньку всю мокрую, в мокрых джинсах по горло, вылазивающую из фотоаппарата, а иногда еще и сигареты, но картинка, конечно, не очень, поэтому, а штатив, ну, куда мне штатив, я не могу с ним, он мне мешает просто, просто мешает, но я же говорю, я сделаю просто много кадров тогда, потому что шевеленка, да, но бывает же кадр без шевеленки, я его тогда, я говорю, я поздно начала, я очень жалею, я зажалею, что поздно я начала заниматься 50 лет, это был 2010 год, я пошла сначала на курсы, когда я купила 450D, я пошла на весичные курсы, чтобы понять, где какие кнопки у фотоаппарата, что такое выдержка, что такое диафрагма, вообще я снимала мыльницы, ну, на авто, и все, я отучилась месяц на курсах, ну, поняла, что это такое, потом пошла учиться онлайн, я в интернете училась, а потом в основном я училась фотошопу, вот Наташа Алексеенко, она, я вот как раз на одном из сайтов выложила свою работу и попросила, хочу критики, ну, потому что я только-только начинала и ничего не умела, ну, чтобы знающие фотографы меня поучили, и вот эта Наташа, впоследствии ставшая моим другом, вообще учителем, художником, она меня учила через скайп, по мейл.ру, учиться зам фотошопа, потому что я английскую версию, вообще ничего не понимала, я была как дуб, она меня вот по азам, что, где, как надо нажимать, ну, у меня была английская, тогда мне некому было скачать, была английская, училась по английской версии, вот, потом я пошла, сейчас пошла к Журавлеву, у Журавлева училась два курса, тоже по фотошопу, очень интересные курсы, они тяжелые, ну, я там кое-что для себя такого очень интересного вынесла, всем советую, там очень много, про файл, школа, очень много курсов, я все хочу и туда записаться, и сюда записаться, в общем, у меня на осень и зиму планов громадье учиться, только я не знаю, когда я это все успею, ну, я просто всему хочется научиться, но не знаю, но надо, надо учиться, поэтому я говорю, никогда не поздно, ничего не поздно, и, во-первых, память развивает, интересно. Когда я приезжаю зимой на Валдай, я беру охотничьи лыжи, иду по озеру, там поближе рассвет снять, там мороз, деревня на горке, она как маленькая такая, игрушечная деревенька при морозе смотрится, очень интересно, а там много следов, лис, волков, я снимаю, когда там бываю, просто я зимой не часто туда приезжаю, и, да, да, это просто вот, это фантастика какая-то, да приезжайте обязательно, у меня очень много народу так приехало, вот, знакомых по интернету, у меня друзья некоторые, ну, хочу сказать, туда очень долго добираться, туда из Москвы, например, ехать на машине 400 километров, до поворота с Валдая в сторону нашей деревни, и потом 50 километров по, там дорога разная, там грунтовка, асфальт выбитый, потом там вот это вот, как на рельсах трясешься, раньше там самолеты, эти ракеты возили, там военные части стояли, ракетные бетонные плиты, по бетонным плитам, там, ну, когда первый раз к нам друзья приезжали, они сказали, что никогда больше к вам, а потом, когда вот этот релакс получали, на лодке, там щуки огромные водятся, и вообще просто хорошо, и все, они забывали про дорогу, и так ездят, и ездят, поэтому приезжайте, милости просим. Субтитры создавал DimaTorzok